Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялись съемки очередного ток-шоу. На нем традиционно присутствовали Ирина Агибалова и Рустам Солнцев, а также заходили Элина Камерен и Инесса Шевчук. В этот раз на съемки пригласили и психолога Анастасию Булгакову, чтобы помочь ребятам разобраться в сложных вопросах и понять причины последних драк на проекте. На ток-шоу обсудили отношения Саши Гозиас и Кости Иванова, а также Оли Рафунцель и Димы Дмитренко. О проблемах в их отношениях мы рассказывали вам в предыдущих выпусках. Стало известно, что популярного в народе и любимого участниками конкурса «Человек-года» в этом году не будет. А будет битва певцов. Участники будут петь вживую. Голосование будет бесплатное, причем голосовать можно будет один раз в одном этапе. О том, какие будут призы, пока ничего не известно. Кости Иванов и Саша Гозиас уже на поляне. Гозиас пишет «Наконец-то я на поляне, солнце, тепло, радость в душе». Влад Маливанов сообщил, что Саша Харитонова, за которой он ухаживал и делал ей красивые свидания, его больше не интересует. Он написал «Наши отношения с Сашей закончились, так и не успев начаться. Саша, надеюсь, ты не злишься на меня и понимаешь». Саша Харитонова на лобном предложила рокировку на Алекса Гулиева во время прихода новых парней. Но Алекс на нее не в обиде, он понимает, что это шоу и здесь кругом лицемерие. Через час они уже вместе учили красивый танец, как ни в чем не бывало. Наталья Бичан не нарадуется на Вику Романец. Она считает, что Вика прекрасная ученица, она пашет как лошадь. Она полная противоположность Кате Король, которая ленится, работать не хочет и уходит с репетиций. Сестра Тимура Графуддинова-Лучана рассказала, что презентация клипа «Валькин рот» на песню Коли Должанского прошла грандиозно, было очень много народу. Колян все время звонил с Сейшел и спрашивал, как там идет подготовка к презентации и очень переживал, что он вынужден был улететь. А улетел он, оказывается, не по своей воле. Это было военное задание от организаторов проекта. Тата Абрамсон призналась, что это именно она способствовала уходу своего бывшего бойфренда Виталия Купера с проекта. Она написала «Виталик много мне угрожал. Мне это не понравилось. Я попросила всех мальчишек, чтобы они сделали рокировку на Виталика. Все мальчишки меня поддержали. Им тоже не нравилось, что он меня обижает». Сам же Виталий утверждает, что ушел, так как у него был конфликт с организаторами, которые не хотят возмещать ему ущерб от порчи мотоцикла. Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в соцсетях, что собирается продолжить свою карьеру на ТНТ. Теперь, кроме участия в «Доме-2», она будет помогать девушкам с перевоплощением в передаче «Перезагрузка». Она ранее уже вела это шоу, но была вынуждена прервать работу в связи с рождением второго ребенка. Ольга Васильевна Гобозова сообщила печальные новости. Маме Алианы Светлане Михайловне стало хуже. Ей срочно нужны деньги на лечение. Саша с Алианой собрать нужную сумму не могут, а бывшая лучшая подруга Алианы Ирэн Ромакаева полгода назад заняла у них 400 тысяч рублей и возвращать их не собирается. А эти деньги сейчас бы очень пригодились Алиане. Алиана подтвердила ситуацию с Ирэн. Это правда, сказала она. Действительно, мы с Ирэн не общаемся из-за этого долга. Я нисколько на нее не злюсь и не обижаюсь. Пусть это останется на ее совести. Жалко, что нашу дружбу испортили деньги. Ирэн была дорога как подруга и очень часто я скучаю по ней. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!